Посвежевший Орленок медленно выплывает из сезонных каникул. Он покрашен, подремонтирован и снова готов ко встрече с детством. На пробной прогулке им управляет машинист опытный, но уже 1 июня компанию ему составят машинисты начинающие. Сейчас многие работают с детской железной дороги. Кто помощник тоже машинистом стал. Все вот отсюда приходят. И Сергей Жиляева детская железная дорога уже сделала электромеханика. В этом году именно он в ответе за всю автоматику. К запуску готово, да. Все будет нормально. Вообще в этом сезоне попробовать себя на железной дороге захотели шесть сотен школьников. Ликбез они проходили весь учебный год, однако до Орленка добрались не все. Ведь прежде чем попасть в эти синие вагоны, нужно сдать экзамен. Должны обязательно знать АЗИ. Даже как остановить локомотив, тоже надо знать. Как с пассажирами обращаться, билеты продавать, диктор объявлять. Все это нужно за зиму обучаемо. В этом году всех пассажиров Орленка ждет приятный сюрприз. РЖД добавит в составу еще три вагона. И это не единственная приятная новость. Общая мечта всей детской железной дороги стала чуть ближе. Возможно, скоро она станет длиннее и будет мчать всех желающих не только вдоль Урала, но и вдоль города. В близких планах у нас есть в инвестиционном проекте эта задумка. Мы надеемся на поддержку городских и областных властей, которые дадут нам это право расширить нашу детскую Оренбургскую железную дорогу до 12 километров. И она станет самой длинной из 25 детских российских дорог в России. Все те, кто видел сегодня пробный выезд детского состава, подбегали к расписанию, чтобы скорее узнать, когда путь длиною в почти 6 километров можно будет промчать, сидя в уютном вагончике. Всем соскучившимся еще раз сообщаем. Уже скоро, через 5 дней, 1 июня. Екатерина Киселева, Станислав Даминов. Наше время.